добрый день всем любителям градостроительных стратегий у микрофона хью мы с вами продолжаем знакомиться с игрой мэнер лордс я напомню что игра выходит 26 апреля я имею возможность показать вам ее чуть пораньше и я считаю что это очень здорово потому что блин по первой серии по первому часу игры мне все очень нравится надеюсь что нравится и вам я естественно не знаю пока вашей реакции к первой серии но обязательно обязательно ее почитаю и посмотрю так что не забывайте оставлять свои комментарии я все собственно говоря читаю и так мы с вами предыдущей серии построили 5 домов селили всех наших первых поселенцев на этой территории мы с вами построили лагерь древосеков мы с вами сделали дом дровосеков который будет заготавливать дровишки вот у нас работает хижина фуражеров то есть еда есть естественно нас могут начаться ближайшее время проблемы потому что нам нужно накапливать топливо нам нужно построить церковь и смотрите что еще я предлагаю сейчас сделать у меня есть достаток определенный определенный достаток то есть мы в каждом доме можем сделать специализацию которая требует достаток то есть вот можно сделать два огорода либо построить один курятник два огорода обеспечивает нам приток овощей вот а курятник естественно яйца я единственно что пока не могу понять как вот мне получать достаток куда какие-то деньги то есть это видимо все таки предполагает какую-то торговлю но пока что не совсем понятно как как это реализовано как это делать ну давайте давайте здесь поставим действительно огород он автоматом доставится то есть он не требует то есть он не требует как бы ничего дополнительного так требование не выполнено хозяйство второго уровня каждый месяц генерирует одну меру а вот он и чё то есть это как дань идет такая достатка региона на семью стан доступны новые пристройки в том числе мастерские требования жителей вырастут ну то есть это это все похоже на то как это ванна устроена то есть там тоже как бы ты повышал уровень своих жителей у них вырастали требования и они естественно платили тебе больше денег это что такое снести а это типа снести вот это наверное огород который у меня сейчас есть так а какие требования кстати говоря в чем требования заключается а требования наверное вот в этих вот удобствах и правильно понимаю ну типа в корчми видимо видимо так что еще я хочу посмотреть вот блин у меня пока что нет понимания честно говоря как здесь правильно планирование полей системы земледелия земледелия в мэнер лордс устроена таким образом что поля в этой игре должны быть очень большими однако ручная распашка занимает много времени для начальной деревне попробуйте обойтись полем размером приблизительно в один морген если вы хотите отвести этот регион под сельское хозяйство в дальнейшем можно потратить очко развития на тяжелый плуг он позволяет гораздо эффективнее распахивать поля благодаря валам также держите в уме показатель плодородности почвы некоторые культуры в этом плане очень привередливая ну окей конечно окей ладно пока что я это делать не буду мне просто реально нету понимания хотя уже апрель и как бы садить то наверно что-то нужно так там кстати говоря какие-то ребята носятся так почему здесь при отец 30 низкий а такое чувство что его строят быстрее охотничья кота а типа типа сколько животных можно убить я все-таки надеюсь то что они будут что-то там на кого-то там охотиться потому что пока что это выглядит так так как будто мы очень далеко прям находимся от охотничьих угодий так ну что у нас ларек с дровами появился не появился пока непонятно но тут что-то появилось так пилораму тоже делаем потихоньку так одному из поселений присоединились родные хорошо а ну вот недостаток припасов конечно есть но вот уже до появились какие-то первые первое топлива появилось так пилораму доделал так вот она у нас выглядит так кладовая для бревен давай для материалов значит смотри мы пока что временно вообще чай дерево от сучьев отключаем эту вот историю и включаем пилораму а а можно даже тут еще резервировать до количество бревен определенная прикольно ну ладно так идет домой типа потому что ночь началась да я правильно понимаю идет домой ждет все ждет так топливо пошло не хватает еды или топлива да ладно не хватает как-то не хватает где-то здесь была вкладка где можно было посмотреть где можно было посмотреть прям по домам да кому чего хватает кому чего не хватает говоря вот они овощи пошли тихо ну в смысле не пошли вон она их высаживает потихоньку слушай давай тогда реально сделаем в каком-нибудь еще доме тоже типа огород пусть они его засаживают я думаю что для для больших полей пока что рановато хотя фиг его знает фиг его знает но тоже написано для получения материалов вспахивает что это как а это он типа дома тут что-то делает вспахивает землю разнообразие этот а ну вот почему-то все-таки дров здесь как будто нет видимо а да вот они находятся здесь то есть он еще типа товары не завез на рынок все понятно здесь кстати говоря у меня все разобрали то есть принципе окей кстати работники собирают складируют и распространяет товары посредством кладовой для продуктов окей и тут тоже самое да распространяет продукцию посредством кладовой для материалов нужны семьи нужны семьи новые а пока семей не будет как ничего делать то так лагерь охотников построили допустим допустим построили ну давай отправим охотника пусть вот он находится у меня щас просто некому счет будет работать но в принципе в принципе наверное мне всего хватает вот наконец-то по моему до привезли бревна видимо пока что считается что это мой малый какой-то уровень да он там активно вспахивают так что у нас по поводу досок она видимо из-за того что они там вспахивают пока что тут еще не работает так несет груз а слушай смотри реально он убил оленя и тащит его красавчики то есть да то есть видите все таки да мне и семьи нужны но получается что семьи как бы вот условно говоря да их несколько 3 3 человека до видимо вот в этой семье и они все работают вместе на одном производстве словно говоря чем их будет больше тем лучше так что у нас 138 малый выбор продуктов на рынке мало топлива малый выбор тканей слишком низкий уровень духовности что поделать я жду пока у меня тут этот появится доски да нет вроде два типа продуктов на рынке в чем проблема вообще вроде они посадили а вот видите день наступает и и вроде как они должны идти работать да вот видите завезли бревно об так это что кладовая давайте а ну окей то вот это кладовая для материалов заполнена а тут на пилораме получается что сколько интересно из одного бревна получается досок несколько места месяцев истякнут припасы ну все вроде у нас все есть раду все равно все падает выбор ткани льняное полотно кожа или пряжа нужно так подожди мне вот интересует лагерь охотников идет золотой изготавливает вещь а типа женщина до жена изготавливает меч а сын и муж вот оно как оказывается охотиться идет блин обалдеть обалдеть как же это все продумано вот он пошел на охоту этот ты кто торгует что ли какой-то это сейчас пойдет видимо и шкур что-то делать тут вот морковка начинает появляться кстати говоря тут же есть вид от третьего лица как вот его включить конкретно на каком-то персонажа режим разметки дорог группы или тут имелось ввиду что режима третьего лица это вот чисто чисто вот то что я приближать могу вот так близко возможно 36 процентов по-прежнему недовольны наш тут товарищи так 5 кстати 5 досок уже появилась и они на 5 досок то есть из одного бревна делается пять досок запомним это так ну и давайте короче поставим эту церковь тушь они сейчас этот меня сожрут мастерская красильщика из ягод работники изготавливают краски ну блин у меня семей мало всего пять нету семей больше как 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 вот эти семьи интересно должны ну там по-моему говорилось то что типа надо больше 50 процентов чтобы семейство прибавлялась а блин 20 досок надо обалдеть мы еще тут не скоро это все сделаем таком случае ну ладно зато как бы да и до 17 месяцев топлива 4 месяца 17 месяцев и сейчас апрель ну да то есть на зиму нам хватит до зиму надо еще как бы дровишек да накопить наверное как то так как то так наверное это работает так вот появилась шкура мясо начинает появляться здорово да это вот он несет груз шкуры аллеи можно просто мне кажется вот каждый каждое такое здание до смотреть рассматривать быт средневековый все это дело смотреть это прям очень здорово что у нас досками с досками вернее 10 мне нужно 20 20 и будем строить церковь так улучшить до малого хлева расширяет вместимость на 2 суши я просто думаю может сместить церковь ну то есть вот этого улучшить а вот это снести чтобы построить церковь где-то здесь так как она там вращается то ну ладно посмотрим у нас пока что как бы не в этом тут заботы кожа пряжа льняное полотно так смотри а я так понимаю и шкур и шкур что-то наверное делается давайте смотреть значит вот сыромятня работники выделывают шкуры получая из них кожу так ну вот это бы конечно тоже сделать а если вот я улучшение сейчас сделаю интересно у меня работники то есть этот не убежит товарищ тоже ведь интересно да это вот у меня доски появились лишние так ну вроде да вроде улучшение нормально происходит водичку набирают новые отряды наемников доступны замечена армия другого феодала так и чем не с этим делать будет смешно помереть так это это а где я а ну так я здесь он здесь разбойники какие-то легкие лучники наемники похода на час грохнут сразу же нас на старте любопытно конечно да взглянуть ну ладно посмотрим как эта механика работает внешне наверняка должны чему-то обучить почему-то рассказать так малый хлеб сделан хорошо все а вот этот я тогда сношу как его убрать так это у нас просто украшение не вижу кнопки снести здание так возможно тут есть поиск постройки бар ларек улучшение значит пока непонятно так еще раз лагерь поселенцев торговля торговля пункт торговли скотом промышленность земледелие яма для трупов логистика слушай не понимаю кстати где-то что дождь или снег пошел а ну вот она эта кнопочка снести а здесь то она есть здесь ее нету самое интересное можно вот так вот ее типа отключить а снести ее почему-то нету такой кнопки ну ладно это конечно странно я то блин хотел ее убрать чтобы она мне тут не мешала не это дождь пошел короче говоря а что если реально вот эту штуку на паузу поставить то что он просто ходить типа не будет вот еще такое чисто что здесь вот вкладка скот тут как бы конкретный как бы вот животные должны отображаться а вот смотри малых лев я могу снести вот это нет ну как как вот это так очень странная история ну ладно 44 процента одобрения выросло было меньше так что там у нас по поводу бомжей которые идут куда-то они вообще куда-то идут они что-то пытаются сделать блин уйди пожалуйста а но они куда-то идут но здесь не ко мне так количество зверей уменьшается идет дождь очень атмосферно смотрите лужи появляются блин вот казалось бы да вот насколько мало нужно для счастья всего-то внимание к деталям смотрите как 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 прям прекрасно все это выглядит так подожди у меня один человек сейчас ничем не занят ничего не строит ничего не делает нам что-то придумать надо чтобы он чем-то занимался давайте давайте думать давайте думать что нам еще допустим нужно на построить вот у нас есть какие-то а я хотел я хотел кожу обрабатывать точно не нужно нужно обрабатывать кожу блин я пока вот не могу к этому ко всему привыкнуть где где что находится подожди а я разве не не начинал ее строить сыромятню видимо нет так перерабатывают шкуры делать из них кожи так а я вот смогу вот вот сюда поставить это здание вот так вот как то нет не хватит тут места нет не хватит ладно кожа у нас как раз вот на складу хранится так что наверное даже мы выстроим эту штуку вот здесь хорошо и вот но вот это по поводу того что вот это снести нельзя это может быть кстати можно улучшить и снести тогда только так а или вот смотри снести странная история конечно так ну-ка давай-ка погонщик я короче вот сюда поставлю потому что мало ли он сейчас убежит куда-то просто вот видите он погоняет вала откуда он его уведет непонятно да для строительных работ требуется не занятые семьи это я в курсе я просто хочу чтобы а все вот видите вернул сюда все значит все у нас нормально так что у нас по доскам доски готовы начинаем строить деревянную церковь блин она все равно сюда не влезает судя потому что я вижу вернее влезает но не так как я изначально хотел так еще наверное вот здесь я бы хотел дорогу сделать вот так вот ее провести так вот соединить так нет я хочу да подожди же ты что ж что чтобы не так то сейчас мы все сделаем короче видимо из-за того что тут тоже дороги нету немножко здесь фрустрирует интересно дороги можно сносить пока что это выглядит так как будто нет ну и пусть короче вот это типа центральная площадь будет я не знаю ну так чисто почему бы и не да так ну пусть он там напиливает маленько досок еще древесина уже маловато судя потому что я вижу так хорошо а до ткани еще нету у нас к этому еще не пришли а с рамятня строится хижина фуражеров там вообще на максимуме чё там по поводу армия а ну она куда-то идет только вроде как не к нам я надеюсь что так оно и будет что она не к нам идет и нормально так двигаемся дальше ого смотрите в забор как разложили так ну да сюда груза много надо привезти будет овощи уже подрастают маленько мясо у нас появилось встретиться завершено сыромятни это здорово сейчас сначала будем церковь делать только потом начнем займемся производством одеждой так по ходу надо филораму закрывать но начинать рубить лес разнообразие пищи и топлива хорошо строим церковь еще не все товары привезли на филораму привезли еще одно бревно но она уже там словно говоря не требуется часто по животным по животным все тоже нормально чем они там занимаются охотиться несет груз уже есть пока ничего не хранится что медленно завозят материалы как мне кажется что вы ждете значит реально медленно они все это делают это вы куда а понял выбор продуктов на рынке плюс 3 хорошо вот видите какие то есть негативные истории какие то уже пошли позитивные что правда пока что правда все равно маловато вот сейчас церковь потом ткань я думаю будет все отлили блин как здорово солнышко выглянуло как у бабушки в деревне да дядька дрова заготавливает молодец пусть заготавливает тут доски носят руками что ли получается ну да похоже на то но они хотя бы начали строить потихоньку это уже радует замечена армия другого феодала так это где хорошо они пока что все далеко от меня гуляют но там же было сказано в самом начале что типа первые два года нападать никто не будет что наверное это хорошо топливо 8 месяцев так дикие звери там их вполне достаточно смотри реально там урожай растет правда почему капуста а ну да типа овощи овощи же разные это было капуста вон там наверное что-то типа редиски просто смотришь как будто здесь морковь да и типа морковь и морковь кстати говоря давайте-ка знаете еще что наверное построим вот нам надо будет корочку сделать а потом будет требовать l корчим куда поставим не знаю куда мы ее поставим ну можно вот в эту сторону начать развивать немножко город сколько она там требует пять древесины да ну давай здесь как-нибудь размещу то есть вот это как бы центр нашего поселения логично 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 что это центр нашего поселения здесь так дорогу проводим вот как бы вопрос не в этом вопрос в том так где-то здесь да вот на торговля фактория позволяет вести торговлю с вольными купцами торговыми пунктами и факториями в других заселенных регионах вот служит достаток региона валютой для сделок у меня тут ничего нету можно торговать скотом один член семьи ходит до ближайшей торговой точки остальные родственники занимаются складским учетом при необходимости назначенные семьи могут сами оборудовать ларьки на рынке чтобы начать продажу ввезенных товаров ну допустим правда вот не знаю как лучше тут построиться да тут что то как то все давайте вот так вот наверное сделаем около пилорамы правда здесь тоже нужно оставить место под дорогу вот такое вот там как то странно притягивается давай притягивайся ну окей ладно так что там у нас церковью все не могут ее достроить все не могут достроить бум-брум-бум-бум-бум в складах пока тоже никого нету охотники охотятся ну и все ну и все осталось тут камушков закинуть блин еще не хватает знаете кстати июнь уже идет что такое дерево до рубят не хватает индикатора смены дня и ночи не совсем понятно да как вот происходит чисто визуально конечно можно на это дело смотреть вот но пока что не очень понятно о наконец-то все начали строительство ура сейчас наконец-то будет у вас церковь так и наверное я сначала потом займусь тканями скоро чмо это чуть попозже а еще у меня есть знаете как какое ощущение что в принципе хижина лесников которые типа высаживают новые деревья деревья это на самом деле нормальная тема пока вот город не сильно расширяется потому что вот этим ребятам видите им приходится ходить чуть дальше вот и валам приходится чуть дальше как бы ходить за этими деревьями но опять же здесь должна будет работать семья а у меня пока что с этим проблемы не прирастают к сожалению слишком низкий уровень духовности пилорама написано заполнена а ну да вот видите бревно лежит ждет своего часа и вот тут лежат эти материалы доски давайте давайте строить ее быстрее так болезнь заболевшие люди могут перестать работать доступ к травмам может ускорить их выздоровление в то время как сбалансированы на рацион повышает сопротивляемость болезням так хочу по поводу травы травы у нас вот здесь вот было до хижине фуражеров что для этого требуется а понятно понятно 25 золота это требует я пока что нет возможности так а что по поводу болезней то это там у нас заболел как и как это вот понять что они там работать не могут а вот непонятно или это мне просто типа рассказали что есть такая механика что честно говоря пока непонятно блин с удобрением тут конечно очень о смотри забор делает давайте давайте чтобы церковь радовала местных отлично звук колокола здесь можно выбрать по ком звонит колокол поменяйте типа звук церковного колокола о до каменной церкви можно улучшить прикольно так ну что ваша душенька довольна так я же вроде сделал чего мне не нравится что или что должно быть здесь обязательно должен быть дяденька который должен работать так по поводу кожи теперь да здесь вот ставим а вот эндрес отдыхает до полного исцеления заболел на строительстве церкви бедолага так хочется что реально надо как бы кого-то назначить проповедником а не все нормально все окей 38 прежнему не растет ну тут тут одобрение я так понимаю меняется каждым месяцем видите тут написано да за последние 30 дней как-то так это работает так что чечен для стаиста работ требуется не занятой си а ну я в курсе что требуется окей по идее у нас все неплохо еды на на 22 месяца то есть это получается практически на два года топлива практически на год то есть это о чем говорит о том что можно я так понимаю снимать допустим вот этого дровосека и переводить его куда-нибудь другое место снять место может занять кто-то другой так никто там место не займет потому что у нас и так куча народа в принципе занято охотники тоже хорошо работают смотрите да неплохо чё там у них у них кого-то 10 я не знаю как они там тоже вот определяют так корчму тоже строим а нет корочку не надо строить так то есть подумать вот это вот что приостановить работа да все хорошо знаете почему не надо ее строить все просто потому что она часы не требуется это это не значок корчма это вот вот эти надо короче потребности было удовлетворять давайте ка вот вот лучше на склад определим чтобы он таскал эти припасы так а нет подожди подожди ну-ка давай ка уберем его и вот пусть вот это строит факторию так 39 строительство завершено ларек с одеждой слишком низкий уровень духовности минус 3 это какой вам уровень духовности то нужен обеспечивает поселение освещенной землей и можно хоронить умерших жителей работник становится могильщиками а все понятно так ну смотри я все потребности заполнил какие были шо вам не нравится скажите мне пожалуйста что вам собственно говоря не нравится так ларек с одеждой тоже до одежды начинает появляться условия не выполнены так факторию доделали так еще раз торговля с вольными купцами это хорошо торговля а вот смотри да то есть можно что-то продавать и получать за это баблишко собственно говоря так не торгать да наверное надо ну камня у меня нету а смотрите тут до черепицы и каменных блоков требуется какая-то торговый путь учредить можно учредить торговый путь после учреждения торгового пути в ваш регион будет регулярно приезжать вольный купец чтобы купить или продать конкретно этот тип товара так ну окей экспортная цена импортная цена то есть вот доски на экспорт приносит как бы 2 2 золота ценится яблоки и хлеб да ага помните про яблоки мы читали что они типа не сразу вырастают три года надо ждать вот но при этом видимо они довольно таки выгодны так давай вот покупателя продавать пока не будет накоплен нужно количество избыточных товаров так подожди а это нужно устанавливать все таки я так понимаю правило то есть изначально не торгуем товарами да да ягоды кстати говоря можно торговать у нас и 97 так не не подожди не торгуем мясом вот это можно вывозить продавать пока не будет накоплен нужно количество избыточных товаров ну нужно количество избыточных товаров ну вот смотри давай наверное а вот так вот кстати говоря можно тоже поменять ну допустим 50 да так и чё получается то все равно нужен человек до которого сюда поставить который сюда видимо привезет эти товары да несет груз заготавливает товары на продажу да все верно все верно так оно все и работает вот давайте ягодами будем торговать вот семьи у меня не прибавляются к сожалению 15 человек совокупное население да в каждом по 5 в каждом по 5 фуражеры там фигачит как не в себя так ну и ждем когда у нас денюшки пойдут товара там пока нету а вот она вроде везет да вот завезли товар для торговли уже вроде тоже делаем так 43 процента довольство мало топлива на рынке в смысле мало топлива на рынке и серьезно мало топлива на рынке тут новый отряд наемников а может быть может быть мало топлива на рынке потому что оно вот здесь находится и у меня условно говоря нет человека который мог бы это развозить я немножко не понимаю вот на самом деле как вот оно работает написано распространяет продукцию то есть по идее он должен сюда это все привозить все товары да и потом это все условно говоря распределять наверное оно так работает ну давайте допустим вот этого снимем сейчас я правда древесины маловато непонятно и вот здесь вот еще пока торговля сейчас не пройдет я тоже отсюда снимать никого не буду что касается кожи тоже пока надо как-то склады накопить слушая давай пока вот вот с ягод уберу и вот давайте на склад надо развести короче тут видите и так все заполнено сорок три процента у нас удобрения это гуд это гуд это гуд о деньги капнули это хорошо в каком такое взяли денежки капнули супер так 30 значит давай добавить травяной сад вот сюда сделаем позволяет фуражером выращивать травы надо тогда посмотреть как это хоть выглядит а то они тут в лесу находятся ничего не видно а а вот видите апгрейд сделали вот тут тут можно будет выращивать травы но пока что как вы понимаете тут ребята будут немножко заняты вот чё тебе не нравится количество топлива на рынке ему не нравится пять штук пять как бы нормально же висит груз ведет торговлю а понятно да так вывозим ягоды да и можно сейчас будет яичками заняться кстати говоря курятничек выстроить овощи у нас уже есть правда они наверное в конце сезона появятся осенью так давайте ускорим время кстати говоря вот по поводу хлеба вот его на самом деле вот сюда можно будет поставить здесь вроде место есть нормально о 49 процентов наконец то у нас у нас пас топлива восполнен да ёкало манэш что тебе опять не нравится что не так количество топлива на рынке 4 ну и что о смотрите сверкает у нас да молния вот 52 процента наконец то вот сейчас по идее должно количество семей увеличиваться блин какая непогода кстати говоря можно ли здесь снять так спейс это у нас пауза режим разметки дорог снять назначение с одной семьи а вот смотрите control c кинематографический режим ну ка а вау блин как здорово супер вообще здорово камера так плавненько летает какая красота прям обалдеть так давайте продолжим побыстрее всю эту историю заполняется да товарами на продажу опять кто то по прежнему недоволен вечно количеством топлива на рынке 80 процентов а ну вот сейчас снова 100 а еще денежки капнули супер 38 то есть смотри можно сейчас вот вот этим заняться до курятник а пассивное поступление яиц то есть чтоб еда еще и от этого шла они наверное еще кстати говоря зимой будут пассивно поступать ну потому что чего курица это курица все все давайте курятник я так понимаю семья должна построить а вон они курочки появились или или все таки нет нет надо видимо кого-то снять какой-то задачи что у нас там по шкурам вернее не по шкурам а по коже 10 да и вот этих снимем а все построили да окей вернем обратно ларек с дровами так вот он курятник построен прям вообще замечательно ягод нам хватает нужно количество избыточных товаров хорошо по моему у нас слегка слегка светает так ну смотри 57 процентов но количество семей не увеличивается довольно таки странно прирост населения слушай давай вот наверно почитаем может я что-то не так понял влияет на прирост населения вот давай а нельзя на это нажать чтобы перейти в прирост населения регион казна влияние уровень поселения предметы 1 вот семья каждую семью можно закрепить за тем или иным рабочим местом если только эти люди не получили статус ремесленников тогда они будут трудиться на дому члены семьи мужского пола мужья сыновья могут вступить в ополчение да вот тоже видимо это недоработано еще потому что я пытаюсь вот куда-то ткнуть новые семьи прибудут при условии что в населении хватает жилья и уровень одобрения достаточно высок при уровне одобрения 75 и выше прирост составит две семьи в месяц при уровне 50 и выше одна семья в месяц есть уровень одобрения упадет ниже 25 процентов это вызовет волну эмиграции кроме того жители могут податься в разбойники если показать общественного порядка слишком низок то есть по идее если мы сейчас вот у нас июль закончится к нам должна прибиться еще семейство какое-то вот одному там все этот не хватает дров вот давайте ждем пока у нас или июль закончится июль закончится так а подожди по поводу ягод блин не вижу эту постройку да тут тоже никто не работает но блин там дофига народу а это потому что амбара в амбаре никого нету это сам бара должны люди туда ходить за этими ягодами ладно 60 процентов супер сколько там было до 70 если 75 то это если 75 то это две семьи то я же правильно читал до две семьи в месяц вот но пока что июль идет давайте еще раз так вот посмотрим при свете дня делаю скажем так а заставку к сериям чтобы было прям красивенько посмотри как замечательный вид какой не давай вот немножко вот так вот наверное сместим ракурс вот так вот вот так хорошо вообще супер так ну что ж ждем прибытия семей что-то что-то там опять заполнено но это скорее всего да у нас пилорама не рабочая стоит кстати если я жду семьи то это ж мне дома потребуются а по поводу домов что древесина нужна древесина у меня есть так что все в этом плане в порядок можно конечно эти дома заранее начать строить но у меня нету строителей строителей ого нифига он куда ходит деревья рубить у меня нету строителей да то есть все заняты делом определенным все заняты определенным делом так ну кажется назначение на склад человека позволило а то есть смотри то есть короче когда церковь бьет в колокол это значит сменился месяц у меня такой вопрос у меня снизилось одобрение и при этом тут почему-то добавилась бездомность малый выбор тканей хотя они всем довольны может семьи какие-то к нам прибыли новые да нет нету здесь такого это очень странно почему-то вот как-то какие-то должны были к нам присоединиться но никто не присоединился я не не совсем понимаю как это работает или как это должно работать ну ладно ладно господа давайте на этом нашу серию закончим на сегодня вот и продолжим в следующий раз мы сегодня неплохо с вами потрудились поработали церковь построена потребности вроде бы закрыты непонятно непонятно что и что им нужно но будем видимо ждать ну потому что как бы а что делать придется только ждать задержи железа месторождение глины задержи камни придется просто ждать потому что торговый путь а кстати как он он проходит так что наверное так как кто-то здесь кстати еще развивается на каких-то других территориях а вот смотри бандитский лагерь стоит у меня же типа есть соперник только я не вижу где он бандитский лагерь я увидел вот видно мое поселение да вот на вот этой мини карте где там еще наши соперники непонятно ну ладно допустим допустим будем ждать значит пока у нас прибавится население потому что честно говоря я не совсем понимаю они должны были к нам присоединиться одна семья хотя бы она не присоединилась почему-то может быть потому что с 60 процентов упало до 47 и поэтому это не произошло я не знаю я не знаю непонятно непонятно мне как это работает я надеюсь что это не какой-то баг что было бы конечно грустно ага вот смотрите яичко начали получать первое это не может не радовать хлеб из муки и портяжная мастерская кузнечная мастерская так пивоварня но это еще пока что рано я бы вот еще поставил курятников вообще как то можно другие а ну да тут можно как бы тут как бы как бы на каждое предприятие можно добавлять условно говоря животное отдельное улучшить до каменной церквушки тоже пока что не нужно корчему поставлю там наверное будет требовать эля и это мне как бы тоже не очень пока что нужно ну ладно ладно давайте на этом на сегодня закончим большое спасибо что посмотрели не забывайте оценивать комментируйте видео подписывайтесь на канал если еще этого не сделали или оказались здесь первый раз жмите на колокол чтобы не пропускать выход следующих серий ссылку на плейлист с прохождением мэнер лордс вы найдете в описании под видео а на сегодня это все у микрофона был хью до новых встреч увидимся и пока 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 пока